Доброго вечера, друзья! Друзья, в эфире вечерняя вятка, а это означает, что рабочий день четверга подходит к своему логическому завершению, и пора, друзья, пора вечер в этот заходить с улыбкой. И этот вечер не может обойтись без общения между нами и вами, потому что мы, знаете, как машина не может ездить без бензина, так и мы не можем без вашего с вами общения. Поэтому сейчас вы возьмете в руки телефоны, компьютеры, ноутбуки, все что угодно, в чем есть интернет, зайдете в группу Девятка ТВ Киров, которая в ВКонтакте, и будете писать нам сообщения под постом с прямой трансляцией. Не в самой прямой трансляции, а именно под прямой трансляцией. Какая сегодня тема, узнаете чуть позже. А пока хочется сказать вам добрый вечер, наши дорогие. Сегодня мы будем снимать вашу усталость этого рабочего четверга. Кто это мы? Замечательно, прекрасно, обворожительно, и еще много эпитетов, которые можно по нее сказать. Алена Милина. И сегодня посмотрите, какой строгий Максим Кропотов. Но строгий он только лишь в одном случае. Если вы будете сегодня, знаете ли, нас не писать, не смотреть, вот тогда он будет строгий. Ну а так он вполне себе веселый парень. Ну что, что сегодня будет происходить в этой студии? Все будет только направлено на то, чтобы поднять вам настроение, отправить вас, как говорится, в мир вечера, в мир четверга прекрасного. И чтобы снять действительно всю ту накопленную усталость, все эти, знаете, важные моменты, которые, возможно, вам сегодня накидал ваш начальник. Мы сейчас их все разгребем, возьмем. Составим вас их забыть. Вот, потому что рабочий день у кого-то уже подошел к концу, а если у кого-то еще один рабочий час остался, да бросьте. Не работайте, включайте, смотрите нас, и будет очень вам хорошо. Вот так вот. Вы что-то, друзья, я понимаю, что вы сильно устали, но есть время некоторым новостям, потому что без новостей этот вечер не может случиться. Так ведь? Это так есть. У нас к этому часу новость, друзья, и новость направлена на тех, кто, знаете ли, пользуется своими гаджетами, обожают эмоджи, да, и различные. Сейчас огромное количество появилось. Есть не просто смайлики, знаете ли, улыбчивые, грустные, а сейчас там, не знаю, различные даже есть профессии. Это вот эти желтые колобки, которые смайлики, да? Есть и профессии, там разные колобки, смайлики. Максим, обнови, пожалуйста, свой телефончик, свою систему. В общем, друзья, на самом деле представили аж 117 новых эмоджи, которые станут доступны пользователям во второй половине 2020 года. На секундочку. И мы сейчас приоткрываем завесу тайны. Вроде бы уже много всего было, но на самом деле... Да, потому что там этих, как, эмоджи, смайлики, там ведь мотаешь, 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 они не заканчиваются. Они не заканчиваются. Куда еще 117? Будут. Полдня пройдет, пока ты выбираешь нужный смайлик. Будут, будут. Знаете ли ты, что есть такая эмоджипедия? Эмоджипедия? Не вегипедия, а эмоджипедия даже, которая описывает, да, эти все смайлики, собственно говоря, собирает их. Есть целое описание на самом деле. Друзья, если кто-то не знал, вот теперь можно со спокойной душой вечер посвятить такому замечательному зданию. Ну, а это только после 6, когда закончится вечерняя вятка. Это точно. Среди новых изображений, Максим, вот что тебе, может быть, не хватало? Чего бы тебе хотелось? Я помню, что мне, знаешь, серьезно, я давно об этом думал, мне очень давно не хватало смайлика, который раньше был в различных мессенджерах, скажем так, вот ICQ, который раньше был. Там был смайлик, который бьется головой о стену. Я так скучаю по нему. Ну, вполне возможно, что его заменит ниндзя. Ниндзя? Как тебе такой новый смайлик, который совсем скоро появится? Например, также будет еще пиньята. Знаешь, что такое пиньята? А, это лошадь, которую... Да, да, да. Она причем такая яркая, очень красивая. Например, появится матрешка. Матрешка? Ура, ура. Это, наверное, будет такой движущий смайлик. Что будет еще? Будут обнимашки, очень реалистичное сердце, легкий смайлик со слезой радости, между прочим. Наконец-то она должна, как это интересно, должна выглядеть слеза радости. Вот. Я себе не представляю. Или... Да? Да. Как-то так, наверное. И еще огромное количество. Также будут доступны еще то, что у нас в современном мире есть. Это оливки. Жареный хлеб, наконец-то, нарисовали. Кому-то не хватало олива. Я вот не люблю просто оливки в любом блюде. То есть, их добавили и сюда. И сюда. Также будут, друзья, фондю, ролики, мышеловка, зубная щетка. И еще, друзья, внимание, будут новые смайлики, которые гендерно... Эмоджи с гендерно-нейтральными человечками. Вот докатилась и сюда, как говорится. Толерантность. Толерантность. Так в наборе встречается человек в фате, во фраке и с грудным ребенком. О, эмо, ну как. Вот так вот, друзья. Ну, в общем, друзья, скоро мир заполонит вот эти вот картиночки, вот эти движущиеся. Будет... Скоро люди перестанут общаться словами. Да, все можно будет нарисовать картинками. Скоро забудем, как лицами показывать эмоции, как общаться с людьми. Скоро все будут вот эти вот кругляши, это изначально, да, а потом уже начнутся вот эти фондю и все остальное. Зато сколько будет, представляешь, сколько будет, мне кажется, каких-то шуток отправлено, да, в связи с этими новыми. Ну, придумано, как минимум. Придумано, это точно. Поэтому, друзья, осталось только дождаться, когда можно вновь будет обновить свои гаджеты и когда уже вся эта эмоджипедия, да, загрузится в наши телефоны. Скоро она перестанет загружаться просто. Подождите, идет обновление данных и так лет на пять. Вот и все. И не увидим ее никогда более. Это точно, друзья. Ну, что, пришло время, наконец-то, уже узнать, кто же сегодня придет в эту студию и объяснить вообще, что сейчас происходит. Возможно, кто-то включил и думает, что это такое. Что происходит. Почему вдруг эти ребята не обращают абсолютно внимания на еще одного человека. Конечно же, мы все прекрасно видим. Это не галлюцинация. Это не галлюцинация. Все в порядке. И прямо сейчас мы вам все объясним. Смотрите, кто же сегодня наши гости. Дамы и господа, встречайте сегодняшних гостей вечерней вятки. Шоу мимов Му-Му-Му. Сегодня вы можете задать абсолютный вопрос нашим гостям. Ну что, друзья, вот и они, потрясающие мимы у нас сегодня в гостях. Ребята классные. Скажите, как у вас настроение, как дела? У-у-у-у. Хорошо. Да, все хорошо у нас. Хорошо, хорошо. У нас в гостях дуэт мимов Му-Му. Почему Му-Му? Сразу хочется спросить. Да, ему вопрос. У нас главный он. Мы подумали, ну, как сделать так, чтобы у них была сразу какая-то ассоциация с какими-то немыми. То есть решили использовать название произведения, где, ну, конечно, не сама Му-Му была немой, а Герасим. У вас шутка есть даже, что когда-нибудь появятся конкуренты, которые назовутся Герасим. Нет, мы сказали, мы с ним, мы с ним уже давно, 5 лет, уже многое прошли, но иногда шутим, если мы с ним разойдемся, то я создаю свою фирму, назову его Герасим. А, как мы знаем Герасим, что сделал с Му-Му? Да, он стал успешней, чем, ну, понятно. Продолжаем. Ну, этого в реальности никогда не будет, потому что, да, потому что Му-Му круче. Да, у нас просто такая, такая партнерская к друг другу поддержка и отношение, что мы никогда не разойдемся. Как вообще? Объявимся. Да, давайте. Нет, надо. Не, можете обняться, несложно. Можно? Да, конечно, выключите камеру. Эмоджи, друзья, вот они, жилые, мне кажется, эмоции, и вот они, сошедшие с телефонов, с гаджетов, вот они здесь, сегодня. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла в голову такая мысль, что можно ничего не говорить, а красить лица и веселить людей? Ну, это же не... Ну, не у вас имеется... Нет, имеется у вас создать вот такое дело. Я сел на этот пароход чуть попозже, отошел от пирса вон самостоятельно. А ты доплывал уже? Я уже такой, о, прикольно, и вместе. Да, мне предложили, я такой, конечно. То есть ты был первым, Артем, все верно? Ну, не то, что мы первым, а был еще до этого Вася, который вот как раз тоже... Это было давно в Кирове на самом деле, то есть как бы мы просто сделали это, ну, как-то вот... Поставили на поток. Да, мы на волне. Ну, как на поток. Нам просто понравилось, мы смотрелись органично, то есть в Кирове были еще мимо, так скажем. Вот, и нам это больше всего понравилось, мы стали в этом развиваться, смотреть, вот это узнавать, ходить, экспериментировать, вот это вот все. И это привело к роду деятельности, чуть ли не к основной. Ну, как к основной. Было очень долгое время, как к основной. Простепенной была. Да, и сейчас... Так, все, мы тихо, мы в прямом эфире, нужно фильтровать, собственно говоря. Это прямой эфир. Да, кстати, ребят в прямом эфире, вы можете задавать им вопросы, все, что вам нужно сделать, зайти в группу ВКонтакте Девятка ТВ Киров, там есть прямая трансляция. Под ней можно писать, задавать свои вопросы и вообще спрашивать у ребят, как они пришли к этому, да, может быть, задание какое-то им давать. Они будут все сегодня выполнять. Да, почему нет? И также мы сегодня будем общаться с вами, рассказывать, как ваш четверг, как ваш вечер проходит. Друзья, в чем сложность этой профессии? Условности пантомины. То есть, условности... Да, у нас разъединенные обязанности. Я отвечаю за обучение. А в чем за налоговую, судя по всему? Все правильно. Вот, все сюда, ну, то, что касается материальной части, все сюда, что касается творческой, все ко мне. Сложность, условность пантомины, она подразумевает безмолвное общение, а как мы знаем, некоторые, ну, это проблема большая. Не разговаривать. Чтобы быть выразителем, надо, конечно, тренироваться для этого. Плюс еще не все покажешь безмолвно, поэтому нужно быть избирательным. Плюс еще некоторые люди даже боятся непосредственно. Да, это тоже нужно учитывать и к этим людям не подходить, избегать. Ну, не то чтобы избегать, это совершенно другая уже психологическая работа. Да. Педагогическая, психологическая. То есть, для мимо, что важно, наблюдательность. И что еще? Скажи, пожалуйста. Спасай, пожалуйста. Ну, все понятно. Все хорошо. Спасти 9 с кредитом уже будет, судя по всему. Да. Вот, самое главное, это вот избежать вот такой вот, как это, наигрыша такого иногда, которые люди... Вот люди много-много чего показывают, это у новичков. Все должно быть в меру. Все должно быть в меру, гармонично, и ровненько, здорово, и вот приятно. Вы же сейчас еще даже обучаете людей, детей, да, желающих. Есть такое, да, дело? Вот так мы и общаемся. Да, обучаем. Кому это действительно интересно, что такое понтоним, это очень близко к... Не мой язык, как он называется? Язык жестов. Язык жестов, да, близко к языку жестов. Вот. Я его еще пока не знаю, очень хочу научиться. Вот, если кто хочет меня научить, пожалуйста, я с удовольствием пойду с вами на контакт. Близко к языку жестов, он помогает, помогает в жизни. Ты по человеку можешь понять, чего, ну, как говорят, что 70% информации нам доходит от жестов, ну, от человека, через жесты, через вот эту... Я не знал. Или 75, ну, разные точки говорят по-разному. Главное, ты начинаешь больше разбираться в эмоциях людей и, в принципе, в людях. Психологию, вот это вот все, тебе становится переоткрыта вот эта вот тайна. Что с человеком происходит иногда? Помогало это в жизни? Вот реально есть какая-то история, может быть, прям? Давай ты, давай, у меня нету. У меня вся история про сауну. Что смысл? Я не знаю. Сауну тоже мимо в приглашение, да? Кстати, я вот почему я про это и сказал. Жены нас не отпустили. Ну, я бы сами не пошел, потому что когда... Мы же нещем творчество, это искусство, это же мировое. У Пантомии мировое наследие, и мы с этим совсем в сауну. Конечно. Сауну и живот не прикрываешь просто. Вот оно что! Это синий ножи. Да. Ну, черное хорошо скрывает, я по себе скрываю. Да, мы поэтому и надеялись, собственно. Ах, ты без черного! Ну, я на вдохе. Я просто работаю на вдохе постоянно, вот и все. Ну что, ребят, давайте мы с вами немножечко поиграем. Вы же пришли и узнали, что не просто у нас шоу, в котором мы будем с вами разговаривать. У нас есть различные задания. Я так и знал, судя по всему. Очень они даже интересные, иногда даже, так скажем, Жесткие. Жесткие. Ребят, вы пока можете писать в группу ВКонтакте Девятка Твой Киров абсолютно любые вопросы или что, может быть, хотите увидеть, чтобы ребята показали. Я думаю, что они с удовольствием все это сделают. Ну, а пока игра, игра, которая впервые у нас премьера сегодня в Вечерней Вятке. Игра называется «Кто из вас?» Ну, пояснить, пояснить, да? В процессе разбирательности. А здесь есть? Ладно. Поехали. Тогда глазки закрываем. Да, вопрос такой. Поворачивай. Даже так решили? Хорошо. И показывайте либо на себя, либо на своего напарника. Кто из вас чаще мим? Ребят, вы понимаете, да, что вы друг на другу? Каждый показал на себя. Итак, каждый решил, что он чаще мим. Хорошо. Хорошо, ладно. С кем чаще происходит нелепая ситуация? Ты сейчас на кого, Вадим, показываешь? На себя? На себя? Действительно, это так, в вашей паре, видимо. Пришел на заказ, забыл грим. Вот так здорово. Как и попытывался? Один раз было. Или с тобой тоже самое было? Да, я вспомнил. Пришли на заказ, грима нет. Что делали? Так и работали. Натурой? Да. Живы в лице. Нет, но у меня был образ ангелочка. Ангелочка еще можно как-то, ну, без грима. А ты сметаной мазался чем? Сейчас скажу. Я мазался мукой. Я знаю, в общем, в старину, вот в сковородке первой, вот первой мимы, они использовали муку себе, наносили муку. Я вспомнил это, нашел муку, вот так вверх ее обнял, чтобы она ровным слоем легла мне на лицо, я бы так поднялась. Она мне так легла, хорошо, я нашел какой-то старый карандаш, намазался, вышел. Вот. Начало все это опять слезать. Хорошая мука попалась, не знаю. И пирожки потекли. Вот, я потом водичкой вот так вот по контуру правильно вот так, как сейчас смочил, подбросил, так же все налипло, отлично, думаю, хорошо. Потом я работаю, от тепла тела все это свернулось, и такие пирожочки, печеньки тут появляются начали. Ну, все хорошо, прям, ну, никто ничего не понял, как говорится. Это мастерство. Это мастерство. Ой, это все, пристаньте, приплютитесь. Хорошо, следующий. Кто лучше делает грим? Так, это верно. Потому что ты дольше в этой профессии. Или почему? У него тоже хорошее. Ох, конечно. Так, смотрите, нет, у него хорошо получается наложить, потому что ровненький белый, контур, все здорово. Я намаживаю, все красиво, классно, однотонно. Походил, походил, смотрю, у меня уже какие-то рубцы появились. У меня кожа, видимо, впитывает грим. Нет, на самом деле просто у меня пальцы. Смотри, вот, чуть-чуть как-то. А я вот стараюсь, чтобы был вот контур прям вот. Идентичный, короче. Давайте на следующий. Кто из вас как друг лучше? Пам-пам-пам-пам. Так, Дима. И с чем это связано, интересно? Почему все-таки не Артем? Я не жалуюсь просто. А он жалуется постоянно, и поэтому такое ощущение. Ну, во-первых, мы любим, я люблю вот партнерская, как это, игра напарников. То есть я что-то сделал, фишку. Когда вдвоем играем, это работаем, мы разыгрываемся, ситуационные какие-то моменты комедийные. Я ему такое делаю, что-то такое придумываем, типа на. И он это игнорирует и идет, шутит в другое место. Меня это расстраивает, потому что не зря мы вдвоем ходим, и нужно шутить вместе. А он ходит, все. Я там шутку придумал, толкаю, подыграй, подыграй, подыграй. А он, вот я ее убью, а он там все работает, работает, работает. Я это продолжаю. Работи, поди. Все, люди уже уходят, им уже неинтересно, и все. Он поворачивает, что хотел. Не, ну, иногда просто как бы, ну, просто очень много людей, да, то есть как бы на площадке, на рабочей. И я считаю, что один должен работать там с одними, другой с другими. Работать. Один мы всегда вместе. Ну, потому что так красивее, понимаешь? Не ругаемся. Не ругаемся, сейчас началось выяснение. Вот понятно, кто-то лучше сейчас, и сгладил конфликт. Все понятно. Поехали дальше. Кто из вас тратит больше денег на ерунду? Вот так. Идите. Объясняйте. Друг до другого показать. Не, прям, объясняй, почему я ерунда. Кто? Ты на ерунду? Да. Зачем тебе одежда? Зачем не мой одежда, в принципе? Вот, собственно, поэтому отвечает человек за финансы. Ерунда, там, берет такого размера, там, синий берет тоже ерунда. Зачем тебе хлеб? Старый растянем, поглядишь. Вот. Это когда голова выросла? Я сделал две, вместо одной я сделал две футболки. Это, ну, классический образ французского мима, это широкая полоса. Вот. Есть тонкая, это тельняшки обычно, но нет, это не прикольно. Широкая полоса покруче будет. Я сделал сначала одну, мне не понравилось, я сделал второй. И она то же самое, он мне говорит. Я говорю, нет, она другая. Нет, говорит, то же самое. Ну, и все. Вот, везде я платочек там куплю, цветочек там, что-то вот такую штучку вот возьму. Ну, это потихонечку теряем и делаем нормально. Ну что, давайте следующий тогда. Кто больше всего себя фотографирует? Так, Тима, ну-ка. Я переживаю за контент. Я хочу снимать, я люблю ролики смотреть на Инстаграме, в Ютубе всякие смешные, ситуационные. Ну, не фотографии, да? И фотографии. Я иногда снимаю видео, а он, да ладно. Мне так нравится, они друг перед другом оправдываются сейчас в России. Как пара, знаешь? Я уважаю этому человеку просто. Я вот там, давай снимем, давай сейчас придумали ролик, давай, вот ты заходишь, ну там, да, ну, елка, вот это вот, все, ну, сюжет пошел там. Я, давай, давай снимем, с первого раза не сняли, не получилось. Говорю, нет, давай еще, так все. Я говорю, так сейчас заказ, да? Да не, после заказа снимем. А после заказа мы забываем, и все, и ушли под домом. Ну, зато все гости довольны. Ну, контент тоже важный. Важный. Контент тоже важный. У нас есть в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров уже вопросы, друзья. Там идет прямая ревансляция, если вдруг вы, например, сейчас едете домой после рабочего дня. Итак, во-первых, Дмитрий Фоминых спрашивает, какой у вас необычный бонус мероприятий удавалось поймать? О, как. Человек в теме, видимо. Бонус, смироприятий. Дмитрий Фоминых, я тебя знаю. Тихоточка. 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 Ладно, погоди, нам там... Ладно, погоди, 150 же было, да? Тихоточка. Не поделился, что я со мной? Это бонус, да, помимо... Это сверху, да. То есть, понравилось, когда очень хорошо. Да, а если есть... Помню, был заказец в заведении в одном работе, и датика такой здоровый сидит, ну, понятно, вожак ставит, ну, в смысле, хозяин стола, и увидел меня, а я его сам-то испугался. Обычно я таких вот обхожу мимо, потому что... Да, таких есть Артем, да? Я специально очень люблю с такими, на самом деле. Вот неправильно пошутишь и сразу... Он такой сидит, я боюсь к нему подходить, но я что-то так зашел с шуточкой тут, изобразил, что он такой серьезный, потом начал ухахатываться, потом смешно, я вообще плакал вот так сидел, ну, весь так трясся, и звуков не знал, но ему смешно, он такой, если ты не может разговаривать, дал мне денежку, я ушел. Какая смешная шутка! Просто выгнал, наверное, меня этим самым. Просто отстань, просто отстань, возможно. Возможно. Ну, такое тоже есть, но нам приятно. Я к никому не приятно. И еще есть вопрос, Наталья Жемчуева. Ребят, вы такие классные! Много раз видел на мероприятиях, всегда в восторге. Расскажите, как ухаживаете за кожей после грима? Месяц сразу от девушки вопрос. Это, знаете, пять вопросов сразу же. К нам, ну, топ-5. Так, топ-5! Итак, грим кожу никак вообще не галечит, не задевает, не травмирует ничего. Травмирует только процесс снятия. Да, но у некоторых есть аллергия на грим? Возможно. На Аджи, там, это жир масла, смешанное с... Воск фигментом, воск, трафин, там что-то еще. Вот, театральный грим, он не травмирует кожу, наоборот, даже ее улучшает, потому что в случае, я обморозил кожу, давно не было заказов, обморозил, потом нанесли грим. Какие были успешные? Это было в межсезонье. Нанес грим... В сезонье не холодно. Между 14 и 18 было в межсезонье, да? Я нанес, после этого грим стал лучше, но процесс снятия мы снимаем влажными салфетками, вот, и мы этим самым механически травмируем кожу, и у меня появляются всякие покраснения. Есть мицеллярная вода, есть масло растительное. Растительное масло, когда вы тоже закончили салфетки и мицеллярная вода, на кухню идем, масло дайте, пожалуйста, масло, нанесли, все это отошло, и все сняли. Жены не ругаются, когда беретесь их масло? Нет, я не беру. Ты берешь? Я брал однажды. Я ничего, я беру масло. Маслом не пользуется. Человек высших слов. Растительное масло здраво. Тебе, ну, подавайте. Нет, я иногда пользуюсь, когда нужно всем прям... Я предлагаю вам продолжать. Да, давайте, продолжать. Давайте, кто из вас... Итак, кто из вас более ответственный? Пам-пам. Угу, Артем. Почему? Потому что я прихожу заранее. Ага. Я почему... Ладно. Кстати, сегодня первый пришел Дима, если что. Да, ладно. Ага. Я рассчитывал на то, что... Ну, на ту информацию, которую ты мне дал, все. Кто из вас больше ест? Ну... Кто? Артем. Причем Артем показывает на себя сразу на живот. Он. Любишь, подожди. Ты ни при чем здесь, да? Хорошо. Кто чаще опаздывает? Дима. Странно. Хорошо. Кто из вас более обидчивый? Почему? Почему ты обижаешься? Я, потому что у меня есть внутренний кодекс. Близнецы. Объясняют все. Близнецы. Я просто... Я полный. А полный обидчивый? Или нет? Как там говорится? Я все перепутал, да? Ладно. В общем, я... У меня есть внутренний кодекс, как я, например, вот в напарниках. Вот так же. Я обижаюсь, когда он уходит, когда я хочу с ним повзаимодействовать. Он убежал. Я расстроился. Я подумал, Артем, зачем мы вообще напарники? Скажи мне, пожалуйста. Ну, очень. А бывало такое, что прям вот до серьезной серы доходило? Бывало. В черный список меня кидал. Ого. И как работали? В смысле? В черный список? Нет, у нас есть общая таблица, где все указано. Мы просто приходили, здравствуйте, здравствуйте, намазались. Пошли отработать. До свидания, все. Профессионально, сугубо, профессионально. Они потом, да, прости меня, да, прости, да, все, я сам, да. Ладно, все, и начинается. Да, да, мне тебе деньги. Хорошо, давайте следующий. Кто из вас подкаблучник? Подкаблучник. Подкаблучник. Все, первенца за Димой стала. Почему? Ну, потому что я люблю сужину, и все. А есть какая-то история, сколько он подкаблучник? Нет, у них еще как-то, ну все, недавно так, но весело. Рассказывай давай, недавно. Мы подкаблучники. Хорошо. Ого. Давайте следующий тогда. У кого шутки не смешные? Как вы вместе работаете и шутите друг на другом, я не знаю. Вот так и шутим, что он не смешной, да? Не смешной, продавливает. Да, вот эта шутка смешная, смотрим, да? А бывало, ругались за шутки? Ну, не, серьезно, не серьезно. Просто подкарим, да смешно, смешно, да не смешно, да смешно. И не смешно, бегать зимой. И просто не понял, и начинаю объяснять. Вот так, поэтому, поэтому, поэтому смешно. А, то, смешно, да. А, ну, смешно, да. Продолжим. Следующий. Кого больше любят зрители? Все, понятно. Не подглядывай. Ну, я так хотел показать, из-за вложения просто к этому столичку. Я там и вогрич. Я как-то подпишу. Все, тихо, тихо. Кто больше нытик? Я так, я хотел этот вопрос просто услышать. Почему, почему, Дима? Ну, я иногда недоволен, и все, и хожу расстраиваюсь. Я человек настроения, и иногда он поругает меня за что-то. Я поругаю на него, и хожу, и не смешно. Он меланхолик, я так понимаю. Нет, человек просто знает. Ты меня просто сейчас давишь, а так я сыновинник. Я холерик, получается, да? Вот у меня такая нестабильная эмоциональная составляющая. Я вот так вот. Он меня возьмет, что-нибудь скажет, я расстроюсь, и буду ходить, работать со слезами на глазах, улыбаться, как той эмодзи, которая слезы радости будет. Все будут думать, что это слезы радости. Ну, вот так, да. А потом все хорошо, конечно. Творческая профессия. Последний вопрос, последний вопрос. Кто из вас верит Деда Мороза? Кто верит в Деда Мороза? Да, Дим, веришь, до сих пор приносит тебе подарочки, да? Он приносит подарочки в виде больших розовых купюр. Я тебе еще принесу немало их. Я тебе еще немало их принесу. Я тебе, ну, надо разговаривать с этим пузиком. Я тебе немало еще. Раз вы верите в Деда Мороза, сегодня, оказывается, праздник, сегодня день Деда Мороза и Снегурочки, вот так вот, неожиданно. Представь, Снегурочка. И мы нашли Деда Мороза, но Снегурочку не нашли. Вот если бы ты оказался на улице с Паской, Артем, то вполне возможно составил бы компанию нашему корреспонденту. А пока он отправился на улицы города искать свою внученьку. Ну что ж, здравствуйте. Меня зовут Данил Гухман, и я сегодня вышел на улицу с Паской для того, чтобы, как настоящий Дедушка Мороз, отметить свое день рождения. Но день рождения не только у меня, а еще и у Снегурочки. Пойдем искать внучку. Снегурка, ты что ли? Нет, не снимай. Как у тебя дела? Хорошо. Хочешь быть моей Снегурочкой? Нет, я на работу спешу. Так нафига работать? В смысле, нафига? Слушать хочется. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Все? Да. Круто. Расскажите мне, пожалуйста, а где мне найти Снегурочку? Я думаю, что Снегурочки уже все-таки закончились, потому что февральное носо. То есть они уже разоблачились все. А вы знаете, почему я сегодня вышел на улочку? Нет, кстати, не догадываюсь. Сегодня день Деда Мороза и Снегурочки. А Снегурочки-то у меня нет. Серьезно? Ну тогда придется кого-то вербовать все-таки. Да? Будете моя Снегурочка? Не буду, нет, я на работу спешу. Вы знаете, какой сегодня праздник? Нет. Сегодня день Дедушки Мороза и Снегурочки. Ух ты. Будете отмечать? Нет. А моей Снегуркой будете? Я же с подарками пришел, не просто так. О-о-о. Спасибо, внученька, всего тебе хорошего. А знаете, какой сегодня праздник? Нет, не знаю. День Деда Мороза и Снегурочки. Поздравляю. И вас, и нас. И вас, и нас, согласен. А будете моей Снегурочкой? Нет. Здравствуй, внученька. Не бойтесь, вы что, Деда Мороза боитесь? Да. Будете моей Снегурочкой? Конечно. Тогда давай. Сейчас скажу, сколько даже времени. Целых 8 минут, чтобы быть Снегурочкой. Отлично. Давайте тогда песенку споем. Какую-нибудь новогоднюю. Давайте. Давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Нашел я себе уже 5 Снегурок. Снегурок-то больше, чем Дедов Морозов нынче? Верьте в себя, верьте в то, что Вселенная, она для вас все уже приготовила. Загадывайте желания, сейчас, кстати, самое время. И у вас все обязательно получится. Действуйте, действуйте, еще раз действуйте. Хорошо. Что пожелаем кировчанам в этот день? Ну, наверное, одиноким Деду Морозу встретить своих Снегурочек и Снегурочкам, соответственно, Дедов Морозов. Вы в курсе, что это внучка вообще? Ну, тогда, блин, да. Наверное, что-то я ей не то сказала все-таки. Что пожелаете кировчанам, как теперь моя вновь наступившая, вновь появившаяся в моей жизни Снегурочка? Что пожелаете кировчанам? Здоровья, счастья. Да, больше ничего не надо. Денег побольше. В этот светлый праздник что пожелаем? Солнышко Мороза. Вы знаете, какой сегодня праздник? Ну, вот Деда Мороза встретил. Да, Дедушка Мороза и Снегурочки, день рождения. Отлично, с праздником. С праздником? Да. Любите Снегурочек? Нет. А будете моей Снегурочкой? Нет. Почему? Свой Дед Мороз есть. Ты в курсе, что за праздник сегодня? Конечно, нет. Сегодня день Деда Мороза и Снегурочки. Ага, я вас поздравляю. Будем отмечать? Нет. А что? С Снегурочкой моей будешь? Нет. Давай хоровод водить до работы до твоей. Нет, нет. Вечерняя Вятка, прямой эфир у нас в гостях. Потрясающие ребята, шоу мимов Му-Му. И сегодня мы общаемся с ними. Вы можете задавать им вопросы в группе ВКонтакте. Девятка ТВ Киров. Там уже идет прямая трансляция. И под этим замечательным постом можно писать все то, что у вас, возможно, накипело за этот четверг, намолело. А можно ребятам задавать вопросы. Можно вообще написать все, что угодно, они это покажут. Да, если вдруг хотите дать им какое-то задание, они сегодня с удовольствием это все выполнят. Как видите, сейчас они занимаются какими-то геническими вещами. Пьют чаечек. Ну, пить чаечек недолго осталось. Ребята живут в своем мире. В своем удовольствии. Да. Ну что, у нас сейчас будет еще одна игра. Ребятки, а эту игру у нас уже зрители знают, многие ее любят. Потому что игра называется «Можно отказаться». Вроде бы хорошо называется. Можно отказаться, значит, не играть. Но нет. Суть в чем, расскажи. Суть в чем. У нас есть пять заданий. Пять заданий, они перед вами. Пять карточек. Пять карточек. От двух из них вы можете железно отказаться. Три вы должны сделать обязательно. И бесповоротно. Там может быть действие, там может быть рассказ. Все что угодно. Если вы, конечно, мужики, можно не отказываться ни от чего. Но правило такое. Два, можно отказаться. Да, но фишка вся в том, что вы берете только одно задание, смотрите его и решаете прямо сейчас. Отказываетесь вы или делаете, и не знаете, что дальше. Пока не откроете следующее. Вот так вот. Ага, то есть до того, как мы знаем, что там. Да, все пять открывать сразу нельзя. То есть берете, читаете. Давай, пока не будем заявлять, что мы мужики, и выполним все. Прочитаем. Давайте, ну что, игра началась. Поехали. Читайте. Читайте вслух, пожалуйста. Напишите своим женам, я не приду сегодня домой. Не звони мне. Вообще без вопросов. Серьезно? Будете писать? Надо вдвоем. Вдвоем. Если вы решаете делать, то вдвоем. Будешь ли ты писать, Артем? Артем уже задумался. Итак, друзья, задание. Написать своим женам, а они у них есть. У ребят, любимые, родные, их роднулечки. Зайка. Написать. Не Зайенька, а просто текст. Не приду. А Зайенька подписана в телефоне. Нет, я подписываю. Тупой сухой текст. Я не приду сегодня домой, не звони мне. Все, что нужно им написать. И отправить. Покажите нам, пожалуйста, обязательно. Мы должны это проверить. Сейчас я покажу в камеру. Так. Я не приду сегодня домой, не звони мне. Бывало такое, что уже писали? Такие. Такого рода сообщения. А в свайлики не добавляем? Ничего не добавляем. Просто в сухой текст. В конце точка. А тут нету. Ну, хорошо. Тут без точки. Можно и без точки в конце, неважно. Но тут нет ни свайлика, тут нет ничего. Хорошо, все. Так, покажите. Сейчас мы одновременно покажем. Отправляем? Тут не важно, одновременно или нет. Самое главное, отправить. Ладно одновременно. А если с вами не были, что делать? А поговорим с ним. Давайте мы и покажем. Нет, он не отправил. Не отправил? А, не отправил. Не отправил. Жена, друзья, написано. У меня написано «Луна моей». То есть это «Луна моей души». Надеемся, что это не какая-то подружка. В общем, там реально написано. Я не приду сегодня домой, не звонить мне. Все. Так, ну что, с первым. Понимаете, мы же приколисты. Мы же там такие розыгрыши дома-то устраиваем. А, потому что. Поэтому она такая очередная что-то там. И все. А какой розыгрыш еще устраивает? Так, вот прям не вспомню, потому что их куча. Так, что? Я очень сильно люблю шутить, когда у нас вещи воруют, например. Ты что, дом не закрыла? А, сделай. Двук теперь. Жесть. В смысле? Да шучу. Надо взять на заметку попробовать. Хорошо, ну что, давайте на следующее. Пока жена вам не позвонила, ни одна, ни вторая. Читайте вслух. Это тебе... У меня вот таких нет? О, нет. Мы сейчас нароем. Друг про друга. Может, ты знаешь про него? А какой рейтинг? Рейтинг 16+. А, то есть, ну, алкоголь, да? Можно? Ну, можно заменить его чайком. А чай? Скажи, карандаш. Кинни. Не карандаш, а кинни. Лимонад. За всю мою многолетнюю карьеру. Вот. Наверное, всего лишь два раза у меня вот было такое, что прям очень много чая выпил. Давай расскажем совместно, вот так связано не с чаем, я бы сказал с... Сейчас скажу. Сок, получается, колется-то из чего? Кактусовый сок. Кактусовый сок. Мы были в одном заведении и работали... Вот так. А-а-а. Для меня это очень стыдная история. Давай ты свое расскажешь, я свою сразу не могу. А, ну давай, да. Давайте, нам всегда. Ну, ты первый будешь? Ну, в хронологии давай. Хорошо. То есть, я видел это, да? А как ты видел? А как видел это ты? Ну, давай быстренько все. Ну, ничего. Быстренько. В общем, накануне был праздник. Очень, получается, я знал, что у меня заказ вечером. Я думаю, немножко соку выпью и достаточно. То есть, заведение было вечернее. То есть, там можно было... Ну, там наша была задача фотографироваться. На этого у меня, думаю, таланта хватит. Даже если я буду соком стоять. Не стоять, а в смысле вот. Но что-то как-то не по плану пошло. Что-то вот, что-то случилось, что у меня, получается, без напарника я бы не смог. Потому что меня он... Во-первых... День рождения был у кого-то. День рождения был у кого-то. Меня он красил. Я просто сел, накатился и меня красил. В кусах. И на пол. Да, на пол. Потому что ничего. Ну, костюм здесь все я не могу разобраться. И красится. Что-то я соку много напился. Мы не будем это отыгрывать, да? Ой, что-то какой-то сок непонятный. Вот. Меня красит. Даже видео есть, где я сижу, меня красит. Дорисовывает. Все, хорошо. Думаю, да сейчас все будет. Да все, мы сейчас отработаем нормально. Пришел еще владелец заведения. Владелец заведения. Спросил, а что такое? Почему вы сидите, молодой человек? Я говорю, а у нас народные костюмы были-то? И да, у нас были народные. Я не удивилась, что я мим. Я могу не говорить. Это вообще смешно. Похотел? Говорит. Что случилось? Что за праздник? Я говорю, народное гуляние. В контексте этого нет. И ситуация, он прямо всем так было смешно. А там форт-арт часть была вся. Там и фотографы, и ведущие. Вот мы, ребята, и там диджеи. Очень было ухаха. Ты был. Все, это простит. Ну и потом мы в конечном итоге работали так, что... Работали так, что я вот, получается, он меня взял. Мы как народные гуляли. Я отыграю все правильно. Но ноги не идут. Я его держу. То есть он меня держит. Наоборот вот так вот. Да. Я вяжу на нем. И мы хвали. Дайте сфоткаться. Давай, все хорошо. Аккуратненько вставай. Он меня отпустил. Я сразу так, подожди. Так, стоп, стоп. Не отпускай меня. И дальше. Так вот и работали. Очень стыдно было драма. Да. Вообще. А глаза. Ну, заведение было такое, что там все такие. Да ладно тебе рассказывать. Там соку, да, скажи, рекой было. Да, соку, рекой. Нет, ну, самому, как мне, как человеку, который занимается об этом, считает, что профессионально, я считаю, что этим профессионально занимаюсь, мне стало так стыдно еще. Главное, не лишили гонорара. Даже его никак не... Не сократил. Подравилось все. В дорогу еще сок дали, да? Просто, ну, как бы, очень, мне вот в глаза было стыдно смотреть прямо заказчику. Прямо ужас. Хорошо. Есть вторая история? Есть, есть. Просто мы что-то соку тоже напились. Все, спасибо, я там, типа, и пошел дальше работать. А я был морячком таким. Бородатый морячок, типа, ну, по образу можно, типа, такой, эй, ну, такой, типа, один такой, изюленький. Вот, а потом что-то еще, и еще соку, и еще, и администрат этого заведения проходит ко мне, что с вашим напарником? Я такой, что? Посмотрите, иду, а там. Сейчас горит. Сок форева. О, бэби, сейчас горит. Я такой, забудьте, конечка, ты что не... Я ничего не делал. Ты знал, с кем соку выпил? Ничего не было. Приходит администрат, начинается выяснение. Разговоры на повышенных тонах. И еще, ну, ты меня так, и я такой... Я такой, тихо, спокойно, спокойно, все. Друзья, больше такого, чтобы не было. И опять же, не лишили гонорара, но сказали, вот. И потом я говорю, рассказываю, стыдно. Это с учредителем вместе, собственно говоря. На его глазах. Артист. Ну вот. Ну что, у нас есть еще вопрос в группе ВКонтакте 9-го ТВ Кира, вы можете тоже задавать его ребятам, они обязательно ответят. Вика нам пишет, ребята, покажите наших ведущих. Это ты, красавца. Давай. Я. Какая-то. Кто кого, мне интересно просто. Я уверен, что, тем, это ты? Да. Погоди. Ребята, все нормально, рассказываем истории. Вот так вот продолжается вся ситуация. Ты прекрасно. Давай теперь слово передаем моему соведущей. Пожалуйста. В принципе, ты так и ведешь. Максим. Было бы сейчас моему соведущему Максиму. Спасибо. Спасибо. Ну, это так и есть. В принципе, ты так и ведешь. И правда. И правда. Хорошо, давайте следующую карточку. Помним, что можно отказаться только от двух, но пока ребята все сделали бы. И так, что там? Что там? Что там? Расскажите, как врали друг другу. Я уже в дороге. Часто такое бывает? Да я тут в пробке стою. Да я в пробке стою, жубы через жубы. Да ты не говорил такого. Да. Напиши мне ВКонтакте. Покажи мне ВКонтакте, что ты мне это написал. Артем, а он мне, положим, говорил что-то по телефону. Площадь Комсомольской кафе Яблоко. Нет, вот это точно не было. Площадь Комсомольской кафе Яблоко. Все понятно? Да. Площадь Комсомольской кафе Яблоко. Все, давай спокойно, на ночь. Давай спокойно еще. Лучше следующие. Артем, ты где? У кафе Яблока. Где? Транспортное агентство. Через полчаса автобус. Хорошо, что у нас нет такого по френу вымышлено Ну что, давайте тогда следующий Проложим Да, уже его нет, кстати, уже нет Это было очень давно Что было самой большой ошибкой в твоей жизни? То, что начал мимо работать Были вообще ошибки в вашей жизни? Недофинансированные проекты Киоск Сахарновато, да? Нет, сахарновато найдет Добьешь, добьешь Так, ну, большая ошибка в своей жизни Ну я Стал налегать на бургеры, не знаю Мне понравилось, и я увлекся Ну, жизнь это Как бы правильных выборов череда Мы там, где мы есть То есть Что же философ сейчас в тебе просятся? Самое лучшее Он отмазывает Ты что, сок пил, что ли? Нет, правда, я прям не могу сказать Что у меня есть какие-то большие ошибки в моей жизни Какие-то курьезные ситуации При которых могло бы получить чуть лучше или чуть хуже А так, я на своем месте, я счастлив, доволен У меня нет ошибок в жизни Это считается за ответ Идеальный человек, друзья Вы только что увидели Наконец-то нашли его Человек, который не совершал ошибки Ну, как Только поздно приходит Откуда я знал, что это не ошибки, это уроки Хорошо, перефразируем Самый большой урок в своей жизни, который ты получил Ну, я в армии получил Мочу уроков в своей жизни Ну, это До сих пор ребенок на месте Да, это Почкополит Правда, какая большая ошибка Ну, тоже финансированный, недофинансированный проект Который в итоге нужно было все-таки Короче, самое главное Ошибка это неправильная отрата денег Скорее всего Непросчитанный проект Хорошо Непроанализированный Хорошо, засчитывается Давайте Давайте Вы уже герои Потому что вы ответили на 4 Развитие 3 на приятие, на которое больше не придете Ну что, пойдем на рекорд или нет? Я бы сказал На свою свадьбу И я на свою Уже 2, да? На свой второй день Это уже 2 Почему? На свой второй день, ну, после свадьбы тоже Нет, я поняла, а почему на свадьбу-то вы не придете? То есть не хотелось бы повторить? На свою Нет, а не хотелось бы повторить? Конечно бы хотелось, но Нет Со своей Свадьбой может быть только одна в жизни Нет, со своей женщиной повторить Нет, это имеется в виду такие мероприятия, которые Ребята Проводили Вот ты там работал И ты туда больше не ногой И лучше бы ты туда не приходил Потому что это был урок Да Понятно, что мы не будем сейчас называть конкретные Хорошо Мы бы скажем Я бы лично бы сказал, чтобы я Не мероприятие конкретно А я бы просто с некоторыми людьми Вот, давайте людей, если можно Сказать, кто это, да? Или что происходит? Примерно ситуация, да? Я не люблю, например, когда мне указывают, как мне работать Как мне развлекать людей Как их руки футить Я сам прекрасно вижу, что за человек передо мной стоит Какой у него статус, уровень И что зайдет, что не зайдет, как говорится Большое спасибо Не нуждаюсь я в ваших советах И я попытался объяснить человеку Потому что он меня уже вот тут И я не могу сам раскрепоститься от того, чтобы получше Развеселить людей А он все подходит и корректирует Корректирует и корректирует Я сказал, что давайте, пожалуйста, не делайте больше этого Больше меня лично не приглашали Еще и комментарии оставили, что видители Не очень, да Жена все-таки звонит У меня, да Возьмем трубку Возьмем трубку Дай привет своей маме Папе Моей маме Всем привет Давай спросим, какая была реакция Да, да Слушай, расскажи, зай, какая у тебя была реакция Цензурно Только цензурно, да Вообще, я хотела ответить Как бы домой-то можешь не приходить Главное, в больницу Гляди ко мне Всем ты рассказала, что ты в больнице А где ты ночевали будешь, это уже ладно Да, это уже ладно Какая понимающая, а? Я люблю ее за это Спасибо огромное, что отреагировали правильно Да, спасибо большое Вот прям аплодисменты Все бы так, женщины, были понимающие И ценили, и понимали, что это действительно шутка На расстоянии Слышал? Димочка, цени тоже, пожалуйста, свою дорогую девушку, жену Понял Понял, я понял Цветочки купить? Обязательно Ты попроси пока в прямом эфире все, что хочешь Да, он не сможет отказаться Давай Я ничего не хочу Я домой хочу, можно меня украсть? Они выезжают Маски уже надеты Хорошо, в общем, ладно, позвонишь мне Хорошо Все, давай, пока Слушайте, ну идеальные, милашки такие Говорил, говорил, да Все, 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 все Я не буду, брат А что такое? Что опять? Она не любит публичности Всегда в микрофон я говорю Там типа вот Вот ругаться дополнительно Если сейчас Напиши тогда смс, я же просил не звонить Да, это будет смешно Так, ну, мероприятие Так, ну, первое мероприятие Ты назвал это тоже мероприятие Мероприятие, где тебя заставляли Да Говорили, что делать Что делать, так Что делать конкретно, да Я проси большое, знаю Вот, можно мне, пожалуйста, дать Творческую свободу А, ну, бывают, конечно, вот, ну Мероприятия, на которые Обещали, но не заплатили Это тоже А, даже такое бывает Обманывают? Бывают бесплатные мероприятия То есть, как бы, изначально говорят Ну, вот оно, там, благотворительное, что-то еще То есть, мы, ну, советуемся и ходим, да Если есть возможность Вот А если мы пообещали И все, просто пропали Человек пропал То есть, бывает, что обманывают Даже, представляете Вот сейчас, да, такое есть Раньше это было много А сейчас, вот, я Один-единственный За пять лет, наверное, один-единственный случай Вот такой, да Не случай Ну, да И то мы через некоторых людей Там Надели снова маски Приехали к нему домой Да Да Ну что В лес В общем, ребята, с мимами Не шутить, друзья Потому что Пусть мимы шутят с вами Шутят с вами, да И посмотрите, какие у них потрясающие девушки И наверняка они Очень хорошо друг друга понимают Как мы уже сегодня выяснили И хочется еще вам тоже, друзья Если у вас какие-то Недопонимания с женским полом То прямо сейчас все разрулится Потому что у вас есть наша рубрика М плюс Ж Да, мужчины против Против женщин Мужчины против женщин Где мы разбираемся В вопросах, которые мы не понимаем В женщинах А женщины разбираются В вопросах, которые не понимают В мужчинах Давайте посмотрим Почему мужчины Постоянно поглаживают Свои бороды Ну не знаю Ну не чужие же гладить Самое главное так Самое главное Гладить не чужие Существует, почему Мы так умнее выглядим просто Брутальнее Данил Я умнее У нас распределение в паре Красивый и умный Зачем вы волосы причесываете? Стесняюсь спросить Нет, причесываете это одно То есть вы таким образом Укладываете получается обороты? Все верно Нет, у меня вопрос Зачем? Зачем вам это надо знать? Просто Что вас сподвигло? Что вы спросите именно этот вопрос? Мы должны понимать Когда вы это делаете Что это происходит сейчас? Укладка бороды То есть вы экономите Или мыслительный процесс Мыслительный процесс Чтобы поесть О чем-то думаете Не знаю Так вам городу не уложили На самом деле На самом деле На самом деле Все одновременно И укладка И мыслительный процесс И просто глажу себя Просто глажу себя Это только Данил Какой я молодец Какой я умничка Хорошо все сделал Очень господи И вот Почему написано Не постоянно? Мы же вреемся иногда Все равно гладите Пустое место Гладить пустое место Это жену Которая не готовит Я считаю Вот это Гладить пустое место Или кота Который Вообще Бесполезное животное У каждой девушки Есть любимый бюстгальтер Объясните Это миф или праха? Я не поняла У каждой девушки Есть любимый бюстгальтер Это легенда Ходящая по интернету Для меня это легенда Для меня И что есть несколько Но есть Которые в приоритете Есть Знаете ли Удобненькие Есть для особых случаев Есть подплатье Хорошо Что считается Особым случаем Давайте Прям ногу и правду Ногу и правду Правду без бюстгальтера День рождения День рождения Вообще любой выход На какое-то мероприятие Особый случай Вот вопрос Когда вы идете На какое-то мероприятие Или на день рождения Одеваете Самый свой бюстгальтер На что вы рассчитываете То есть Я пошла Оголюсь Мы рассчитываем на то Что у нас поднимается В этот момент Настроение Самооценка Что ты прям кайфуешь То есть Не книги А бюстгальтер Поднимают Свою самооценку Любимый бюстгальтер Зависит от степени Его новизны Потому что Они так черновее Тем не любимее Нет Не факт А еще я тебе Максим От марки Еще иногда зависит Как женатый человек Что у них есть Бюстгальтер под белое Бюстгальтер под цветное Бюстгальтер под черное Можно подружкам показать А типа Светские рады Глянь Это к вопросу Про то Зачем они ходят В туалет парами Да Подружайка Ну-ка глянь Видала Какой красивый С ромашковой С ромашковой Ромашковой С ромашковой как чай Ромашковой как чай Только Бюстгальтер А вот и они друзья Ну что поехали Быстренько С ситуацией Пришел на вечеринку А там никого нет Едем дальше Присел и порвал брюки На мероприятии Со звуком Жена приготовила Невкусный борщ Девушки Один доволен Второй нет Девушки собираются На первое свидание Отлично Следующее Девушка просит у своего парня Новый дорогой телефон Культурно Вот такой подарок Ми вам запретили На законодательном уровне Ну что ребята Это вечерняя вятка Сегодня было Мне кажется Очень классное шоу Смотрите нас Каждый вечер Буднего дня Увидимся с вами Уже завтра Кстати завтра Будет 7 до 9 Прямой эфир Мы с Максимом Будем будить вас Ну а потом вечером Конечно же развлекать Спасибо большое ребята Шоу мимо В му-му Ален Милина Максим Кропота Хорошего вечера И пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok